Добрый день. Мы начинаем лекцию, посвященную американской и французской революциям. И в качестве первой темы, то есть того, с чего мы начнем, мы начнем говорить про Америку перед революцией. И, соответственно, мы говорим, разумеется, про Северную Америку и, более точно, про Британскую Северную Америку. Если мы с вами посмотрим на британскую колонизацию Нового Света, то увидим, что она достаточно поздняя. Великобритания начинает основывать свои колонии на американских землях почти с вековым опозданием, если сравнивать, скажем, с Испанией. То есть первая успешная колония – это 1606 год, это Вирджиния знаменитая. До нее были две попытки основания колоний, относящихся к Елизаветинской эпохе, но ни одна из них не имела успеха. Экология в одном случае, очевидно, погибла, в другом все колонисты куда-то исчезли таинственно на третий год жизни. То есть первая успешная попытка – это именно Вирджиния, 1606 год. При этом все авторы, которые пишут об этом, отмечают, что успешным основание колонии было назвать очень сложно. Первые 12-13 лет колонисты Вирджинии, разумеется, испытывали огромнейшие трудности, очень высокий уровень смертности, низкий уровень доходности. То есть им приходилось выживать, не строить новую жизнь, как можно себе это представить, а просто выживать, заботиться о том, чтобы не умереть. И лишь с 20-х годов 17-го века, с начала работорговли, с развития плантационного хозяйства, Вирджиния, как колония, начала становиться на ноги и постепенно начала даже приносить прибыль. То есть это процесс достаточно длинный и сложный. Понятно, немножко отвлекаясь в сторону, что Британия начинает колонизацию позже остальных по сугубо объективным причинам. Сначала необходимо было построить нужный флот, то есть флот, способный к океанскому перемещению. И это должен был быть не один корабль, не два, а именно весь флот. Затем надо было разбираться с основным своим соперником на морях, то есть с испанской монархией. И лишь после 1588 года, после знаменитого разгрома непобедимой армады, о котором мы упоминали в прошлой лекции, только после вот этого сражения Великобритания смогла выйти на морские просторы и, фигурально говоря, расправить пленчи. Соответственно, еще один момент, на который тоже надо обратить внимание, это то, что основание первой колонии, вы видите, приходится на начало правления короля Якова Первого. И вторая колония, собственно, Плимут, разумеется, тоже относится к правлению все того же Якова Первого. Почему это важно? Потому что, как несложно вспомнить, Яков Первый Стюарт, мы об этом говорили, был католиком, придерживался католического вероисповедания, и это порождало довольно серьезное недопонимание между ним и его подданными в массе своей либо англиканского, либо пуританского исповедания людьми. И, соответственно, спасаясь от, не обязательно спасаясь, давайте мягче скажу, уходя от преследований реальных или возможных преследований со стороны католического монаха, люди отплывали в новый свет. Искать себе новую жизнь, причем, повторюсь, это было плавание совершенно на тот момент еще иррациональное. То есть, понятно, что представлялось по образцу испанцев, что они приплывут в новый свет, создадут поселение и начнут выкачивать оттуда серебро и золото. Но дело в том, что колонизируют британцы Северную Америку, а не Южную. И когда первые поселенцы высаживаются в Вирджинии, а затем, когда, соответственно, отцы пилигримы на корабля Майфлауа высаживаются и создают колонию Плимут, то они сталкиваются с тем практически сразу, что золота там нет. То есть, может быть, и есть, но мало, неохотно и совершенно неотоварно. То есть, золото оттуда экспортировать не получается. Соответственно, приходилось искать другую. С одной стороны, другую целевую причину. Вместо похода за золото, на другой стороны, другие формы существования. Вместо, опять-таки, выкачивания золота или еще чего-нибудь такого. В данном случае для Вирджинии, для южных колоний, для, не знаю, Джорджии, например, для Каролины более поздних, спасением становится плантационное хозяйство. Соответственно, что касается пуританских колоний, здесь отдельно небольшое замечание надо сделать. Пуританские колонии – это Плимут, это Массачусетс, колония Массачусетского залива. Это более позднее, да, Коннектикут и плантации Провиденс, который потом станет Род-Айлендом. То есть, то, что выделилось из Массачусетса в итоге. Так вот, общим для протестантских, больше всего для пуританских колоний было осознание того, что они создают вот здесь, на берегах Нового Света, новое политическое тело. Собственно, что они кладут друг с другом завет, ковенант по-английски, да, и путем вот этого завета они и создают, собственно, новое политическое тело. Еще речь не идет ни о независимости, ни о борьбе за независимость, пока только создаются колонии, да. Никто еще не отрицает власти католических королей, я имею в виду Якова I или его наследника Карла. Но речь идет о том, что здесь, на вот этой земле обетованной, пуритане обретают свою землю, свою свободу, свою жизнь. Соответственно, дальнейший рост колоний вы видите на слайде. Последняя из так называемых 13 колоний, да, это Джорджия, которая создается, она самая южная из них. И если вы посмотрите внимательно на карту, приведенную на слайде, то вы увидите, что вот эти 13 колоний, они вытягиваются на самом деле достаточно тонкой лентой по побережью. Да, это прибрежное поселение, еще очень небольшие по объему. Ну, разумеется, колонии прирастают прежде всего за счет тысяч и тысяч новоприбывающих, но это дело медленно, это растягивалось на годы и десятилетия. И понятно, что вот эти колонии находятся в постоянной войне с индейцами, с которыми напрямую граничат их территории. Если, опять-таки, вы посмотрите на карту, карта достаточно поздняя, да, это карта по состоянию дел на 1775 год. Но, тем не менее, видно, что граничат красная зона, то есть 13 колоний, граничат с индейскими территориями, буквально по всем своим границам, ну, кроме разве что морской. Так что это постоянные конфликты с индейцами. И плюс еще одна вещь, на которую я тоже обратил бы внимание, это постоянное, очень напряженное противостояние с французами, у которых на тот момент основаны в новом свете колонии Квебека, Новой Франции и Луизианы. Соответственно, ради противостояния с французами, ради защиты своих колоний, британская монархия постоянно держит свои вооруженные силы в колониях нового света. Сами колонии несколько раз пытаются объединяться. Прежде всего, мы, конечно, говорим про конфедерацию Новой Англии, да, о ней перед вами на слайде. И после того, как конфедерация Новой Англии оказывается провальным проектом, да, разваливается в очередной раз в 80-м году, уже Яков II Стюарт своей волей создает доминион Новая Англия, объединяя в этот доминион сразу четыре больших колонии, Массачусетс, Плимут, Ньюгеншер, Мэн, и территорию индейцев Нарангсетов. Собственно, доминион просуществовал, как вполне понятно, до 1688 года, когда Яков II был свергнут с трона, отрекся и бежал в результате славной революции. Соответственно, управлялись колонии Советом по делам Новой Англии. Поначалу он существовал очень недолго. Затем губернаторами. Губернаторами, которые отвечали прежде всего за коммуникацию с сувереном, то есть с Англией, за передачу туда налогов. Местные легислатуры, то есть выборное собрание колонистов, полноправных колонистов, да, они занимались тем, что, собственно, собирали налоги, они во многом устанавливали местные налоги в соответствии с британскими законами, они определяли жалования губернаторов, то есть они, на самом деле, играли огромную роль в жизни своих поселений. Когда, соответственно, если мы говорим о том, как они выживали, то северные колонии, понятно, где невозможно были плантации, занимались в основном лесовыми промыслами, добывали, собственно, древесину, пеньку, кленовый сироп, еще там некоторые вещи. Это совсем не такая прибыльная торговля, как плантационное хозяйство южных штатов. И здесь же обратите внимание на еще одну важную, отличительную черту. В южных штатах плантационное хозяйство, я еще раз повторю, да, то есть выращивание табака, сахарного тростника, оно прекрасно функционирует в условиях работорговли, да. Плантационному хозяйству рабы экономически выгодны. И вот это очень важная деталь, да, собственно, южные колонии, они же поднимаются в итоге во многом за счет работорговли. Вот с 20-х годов 17-го века, которые разворачиваются довольно активно, французские и нидерландские в основном торговцы привозят жителей Африки и, соответственно, продают. Северные штаты, в свою очередь, как правило, придерживались аболиционистских взглядов, хотя здесь это и звучит анахронизмом, да. Они отрицали работорговлю, но давайте задумаемся, почему. Так ли им важны были права человека вот именно в этом вопросе? Очевидно же, нет, да. А тогда почему они отрицают работорговлю? А они ее отрицают потому, что им самим, она экономически не то, что не выгодна, а просто не нужна. В северных колониях, ну, рабство, ну, какое? Ну, патриархальное рабство, домашнее, разве что возможно, если представить. Там нет места рабскому труду настолько, чтобы он стал экономически выгодным, как на юге, да. То есть вот здесь вот это изначальное противостояние, которое потом полыхнет уже в середине XIX века, которое в итоге выльется в знаменитую гражданскую войну Соединенных Штатов, это противостояние имеет прежде всего не идеологически, а экономические корни. Выгода или не выгода работорговли и соответственно рабовладения. Вот с индейцами постоянно торговля, да, и практически постоянно идет война. Здесь есть один еще очень любопытный момент, отличающий, если угодно, модус британской колонизации от испанской, например, да. Испанцы, устраивая свои колонии с таким евангелизаторским пафосом и, собственно, имея целевой причиной колонизации распространение слова божьего среди индейцев, внимательно я не говорю, что они были белыми и пушистыми, это не так. Они изначально, практически изначально, видели в индейцах субъектов по природе, по естественному праву, равных себе. Англичане, собственно, прежде всего, вот те самые пуритане, о которых мы говорили выше, субъектность индейцев не признавали категорически. Это их земля, дарованная им богом, земля, которую они нашли, земля, которую им хартиями подтвердил король, и индейцы на этой земле совершенно лишние, да, поскольку земля это не индейцев, а, повторюсь, именно англичан. Следовательно, индейцев надо максимально возможными и максимально эффективными способами с этих земель убирать. Соответственно, последние такты перед бурей, перед началом американской революции разыгрываются в середине 18 века, когда все 13 колоний, о которых говорилось, это уже экономически состоявшиеся и политически, кстати, развитые единицы. там уже везде сформировавшееся гражданское общество, причем, обратите внимание, общество изначально свободных людей, общество людей, которые на тот момент уже родились и выросли, и их дети, и их родители больше того родились и выросли вне феодальных порядков старой Европы. то есть это изначально другое по способу образования сообщества, чем то, что было, скажем, в Англии того периода. Соответственно, они и пытались выстраивать отношения с Британией на иных основаниях, чем это был готов делать Георг Третий, искренне считавший себя сувереном этих колоний, вот в таком старорежимном смысле слова суверен, когда отгремелась семилетняя война и стало понятно, что Франция потеряла все свои владения в Северной Америке. Луизиана была поделена, большая ее часть отошла испанцам, полоса была отделена и отведена соответственно под индейские территории, Англия отведена до Георгем Третьим как раз, Квебек отошел англичанам, Новая Франция отошла англичанам, Флорида отошла Испании, часть Флорида опять англичанам, то есть французы оттуда ушли полностью, и в этой ситуации у колонистов встал вопрос, если больше нет французской угрозы, зачем здесь держать своих, зачем здесь держать британских солдат. в свою очередь у британских властей встал тоже понятный вопрос, мы потратили на защиту британских наших колоний и собственно вот этих неблагодарных колонистов огромные суммы денег, мы потратились на войну, мы потратились на солдат, мы потратились на снабжение, мы очень сильные убытки понесли, кто нам их будет возмещать? И начинается вот этот прелюдия к революции, да, начинается обмен актами. Собственно, сначала, как мы видим, сначала, как мы видим, Георг III издает сахарный акт, валютный акт, знаменитый 65-го года акт о гербовом сборе, подразумевающий, что пошлиной облагается любая печатная продукция, издаваемая в колониях, плюс облагаются все сделки. В том же 65-м году издается акт о расквартировании солдат, британских солдат, но контингента, да, довольно большого. И, собственно, в том же 65-м году представители 13 колоний собираются на конгресс, на котором была принята знаменитая резолюция, как раз по поводу акта о гербовом сборе, no taxation without representation. Мы не будем платить налоги, если нам не позволят участвовать в их разработке и назначении. Это, собственно, уже первые слова американской революции. Редактор субтитров